Продолжение следует... Также я являюсь членом Совета молодых ученых нашего центра и одним из модераторов вебинара «Спот». В 2022 году была автором вебинара для пациенток и за текущий год являюсь автором трех научных статей в рецендируемых журналах и заявки на один пациент. Текущая научно-исследовательская работа посвящена высокодозной брахитерапии источниками высокой мощности дозы у пациенток после органосохраняющих операций на молочных железах. Научным руководителем является Новиков Сергей Николаевич, заведующий отделением радиотерапии, доктор медицинских наук и профессор. Ну, как мы уже слышали неоднократно, онкологическое лечение, оно достаточно агрессивное и оно достаточно серьезное. Поэтому перед каждым врачом, будь то химиотерапевт или хирург, стоит очень главная задача – это обеспечить безопасность пациенту, безопасность лечения пациента с целью снижения какой-то токсичности. Также комфорт пациента в плане его психосоциального и психоэмоционального состояния. И, конечно, постараться сократить длительность лечения. В радиотерапии сейчас очень активно продвигаются исследования по гипофракционным режимам, которые, конечно, больше характерны для молочных желез. Но лечение, например, пациентов с головой шеи, оно достаточно длительное, то есть занимает порядка двух месяцев ежедневного лечения. Ну и, конечно, это все должно уравновешиваться с эффективностью, ни в коем случае эффективность при этом не снижать. В целом, лучевая терапия состоит из четырех основных этапов и достаточно является мультидисциплинарным методом лечения, потому что для того, чтобы полечить одного человека, нам приходится подключать не менее четырех разных специалистов. Первым этапом является первичная компьютерная томография. В нашем отделении имеются два очень хороших и современных КТ-томографа. Это фирмы GA и фирмы Siemens. И, соответственно, из специалистов нам требуется помощь КТ-специалиста. Следующим этапом является оконтуривание, оконтуривание мишени, оконтуривание критических органов. Или, если проще сказать, мы рисуем то, куда мы хотим дать дозу, и туда, куда мы не хотим дать дозу. Соответственно, этим занимается лечащий врач. На слайдах вам представлена дистанционная лучевая терапия рака молочной железы и для стереотоксической лучевой терапии очагов в головном мозге. Следующий этап – это составление индивидуального плана, и он осуществляется при помощи медицинских физиков и также лечащего доктора. То есть медицинский физик рассчитывает дозу, рассчитывает способ облучения, способ подведения дозы. Далее это все обсуждается с лечащим врачом. И уже при выборе конкретного вида лечения, уже, собственно говоря, мы переходим к четвертому этапу. Это само лучевое лечение. В нашем отделении на сегодняшний день находятся три современных ускорителя компании Varian. Это Novalis, Turbim и, соответственно, Klinok, как вы видите. Очень важно отметить, что наш ускоритель Novalis оснащен программным обеспечением и оборудованием BrainLab для стереотоксической лучевой терапии. При данном виде лечения обеспечивается миллиметровая точность подведения дозы, а также снижение нагрузки на критические органы, то есть здоровые ткани. Это очень важно, особенно в лечении опухоли головного мозга, потому что вещество головного мозга очень ярко реагирует на лучевую терапию отеком. Поэтому здесь нам можно сказать, что каждый миллиметр очень дорог и очень важен. Помимо спинного мозга также мы выполняем стереотоксическую лучевую терапию легких, печени, очагов в костях и других органов. Соответственно, на верхнем рисунке слева представлен план очагов в печени стереотоксического лечения, на рисунке снизу справа в легком. Конечно, здесь встает вопрос, как мы вроде бы говорим, что нам очень интересует именно миллиметровое лечение, и нам очень важно, чтобы это было максимально точное. Но при этом мы проводим стереотоксическую лучевую терапию в легких, в печени. То есть это именно те органы, которые способны двигаться под воздействием дыхания. Здесь, конечно, возникает вопрос, что же с этим делать. И мы проводим лучевую терапию с контролем дыхания. Кубик, который вы видите на животе у пациентки, он, можно сказать, проецирует ее дыхание, и пациентка лечится на глубине вдоха. То есть под голосовой командой она делает глубокий вдох, задерживает дыхание, только тогда обеспечивается неподвижность очага, и, собственно говоря, достигается максимальная так называемая конформность. Очень важно сказать, что именно нашими радиотерапевтами впервые были применены для помощи пациентке в визуализации своего же дыхания очки виртуальной реальности, где вставлен телефон, и она, собственно говоря, видит точно такую же картинку. То есть она может не только, слыша, как вот ей, например, могут говорить, сделать чуть вдох побольше, поменьше. Она сама видит то, как она дышит, и, соответственно, она сама может немножко набрать, либо немножко выдохнуть и попасть именно в тот интервал, который нам нужен. И в декабре 2022 года отделение радиотерапии, наши доктора, подали заявку на патент именно использования очков виртуальной реальности для лечения таких пациенток. Здесь представлены планы, примеры лечения рака молочной железы, точнее у нас, как правило, проводится лечение в послеоперационном периоде у пациенток для снижения риска рецидива. И здесь мы наглядно видим, как у нас проходит доза слева, это с синхронизацией с дыханием на глубоком вдохе, когда легкие расправляются, и сердце уходит назад, сердце у нас не получает дозу. И то же самое мы видим на рисунке справа, там, где пациентка лечится без дыхания, и доза попадает на сердце. Даже если мы сейчас не увидим эти нежелательные явления, они настигнут пациентку через 10 лет, через 15 лет, и это очень важно особенно учитывать у молодых пациенток. Снизу представлен график, мы видим, что легкое точно так же получает, к сожалению, легкое мы никак не можем защитить, но сердце, если мы видим верхнюю зеленую линию, это то, какую дозу получает сердце без дыхания, и ниже, какую дозу получает сердце уже с синхронизацией с дыханием. Лучевая терапия источниками высокой мощности дозы, или так называемая брахитерапия, она выполняется за счет установки интрастатов или катетеров, либо внутрь опухоли, либо если это послеоперационная лучевая терапия, то, соответственно, в ткань. В нашем центре выполняется очень много брахитерапии предстательной железы, брахитерапии молочной железы, и стоит отметить, что брахитерапия может выполняться как в качестве основного метода лечения, так и в качестве буста, то есть дополнительных методов лечения. Также очень активно используется в гинекологии. Я предлагаю на нем очень много не задерживаться, но очень важно отметить, что наш центр, наше отделение является ведущим по количеству выполненных брахитерапии в России. И нельзя ни в коем случае не сказать, что одним из самых новейших направлений, которое в нашем отделении взяло свое начало всего с 2022 году, это тотальное облучение тела. И тотальное облучение тела, оно на данный момент применяется в принципе у всех возрастов, но наше отделение специализируется по большей степени на детях. Это дети с лейкозом в состоянии стойкой клинико-гематологической ремиссии, которым показана трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Собственно говоря, основной целью является иммуносупрессия. Также стоит отметить, что это достаточно большие планы, очень сложные, и у наших физиков это может занимать порядка 5-7 дней. Наши врачи очень активно сотрудничают с докторами НМИЦ детской гематологии Дмитрия Рогачева. За их плечами стоит просто колоссальный опыт выполнения тотального облучения тела, особенно у детей. И поэтому наши специалисты с удовольствием, можно так сказать, перенимают опыт и в укладке, и в контуринге, и в планировании таких детей. Также очень важна в этой ситуации точность укладки, и она достигается, если мы говорим про голову и плечи, при помощи индивидуальных фиксирующих масок. Если мы говорим про тело, то это индивидуальные фиксирующие матрасы, которые при первичном КТ-сканировании, то есть ребенок в них укладывается, они фиксируются, и в дальнейшем, соответственно, перед каждым сеансом лечения, ребенок укладывается и фиксируется в точности. Также контроль точности подведения дозы у нас осуществляется с помощью СБ-сети. Это КТ-визуализация. Перед каждым сеансом лечения ребенку делается компьютерная томография, но она скорее не похожа на ту КТ, которую мы привыкли видеть. Там больше, скорее всего, за счет рентгена достраивается такой снимок в режиме реального времени в такую более пространственную картинку. Также очень важно отметить, что в итоге МИЦ-онкологии имени Петрова на сегодняшний день провели 14 тотальных облучений тела у детей. 10 было проведено в 2022 году и уже 4 в текущем. То есть за 4 месяца было проведено уже 4 тотальных облучения. И, наверное, от себя хотелось бы сказать, у меня, наверное, времени уже нет, перед нами была поставлена задача рассказать про что-то в ВАУ в нашем отделении. И на это было выделено всего 10 минут. И я почему-то уверена в том, что у каждого из докладчиков возникал в первую очередь вопрос, что можно исключить, а не о том, о чем рассказать. Потому что рассказать хочется действительно про многое. И я желаю вам, если вы еще посетите экскурсии, действительно увидеть больше, заинтересоваться этой специальностью еще сильнее. Спасибо за внимание.